Витаю вас, дорогие сябры, у Министерства Детинства на телеканале Беларусь 4 Брест. Традицейно в неделю сустракаемся тут на шарговом посяджении. И сегодня у нас будет фантастичная подорожа. Мы с вами побываем в космосе. А допомогутся нам у дельники нашего сегодняшнего посяджения. Сустракайте Архип. Добрый вечер. Полина. Витаю вас. И София. Привитание. Я так сама вельми рада вас витать, дорогие министры. Наши Министерства Детинства на посяджение. И сегодня у нас чекает тема вельми космичная. Маю я рад свою министры. Так, Вероника. Мы обовысково постараемся, как бы все справдилося. А тем больше мы худко означим День космонавтики. 12-го красавика. Угонер первого полета человека в космос. Поваженный Сократар, мы еще зауважили, что на программу дети нечто приносят с собой. И расповедают про это. Отразу, министры, передаю слово вам. Ну и не забудьте представиться нашим телеглядачам. Калилас Каполина. Я сегодня министр космичного харчевания. Глядите, собры. Я принесу с собой ежу космонавтов. Узвучайным станем она сухая. Але в космосе ее разводят с водой. Только потом она становится вельми смачная. Тут написано сок виноградно-сливочный с мякотью. Суп из шампиньонов. И овощное ассорти. А я сегодня министр космичной гигиены. У меня в руках укладка «Комфорт». Гигиеничные комплекты «Комфорт» включают зубные шотки, зубатшистки и іншие предметы. Это то, чем корыстаются саправдные космонавты в космосе. Так. Як цикава. Но изусим нечто нечаканное для космичной программы у Архипа. А я министр космичного захопления. И мне так само есть, что показать и рассказать вам. Вот у меня первый рубанок Татра Ильича Климука. Если из детства Петр Ильич Климук захопился разбой по древу. Его первым вырубом были лыжи. Позднее табурет, шахматы. Это жерка для книг. Ну, сябры, с такими министрами и с такими артефактами я вам могу докладно сказать, что Беларусь – держава космичная. Так, у нас и доказы есть. Кому як не нам ведаць про беларуский космос? Вероника, а мы можам сказаць, адкуль мы? Канечне. Мы с Томашолки, Брестского района. Первый беларуский космонавт Петр Ильич Климук – наш земляк. Еще у нас есть уникальный музей, где космос становится ближе. Только нам потребна допомога. Ну, допомога у вас сегодня будет и самая лепшая. Допомога побаж. Сегодня до нас у гостя, у якоси гонорового гостя, приехал директор средней школы везки Томашолка имя Петра Ильича Климука Григорьев Яуген Анатольевич. Сустрякайте. Вітаю вас. Мы так само. Теперь неприемно бачить наших учнёв у вас в Министерстве детинства. Вот на вашу думку, как вы лечите Беларусь? Держава космичная? Гадома, это так. Але треба разуметь, что беларуский космос – это не только наши космонавты Петр Ильич Климук, Владимир Кавалёнок, Олег Новицкий, конечно, Марина Василёвская. Але гэта и шарах учёных, які працавали и працуют над пытаниями доследования космосу, такие, например, Борис Кит. Гэта и наша Национальная Академия Наук, у якой из НУЕЙ працует Агентство космичных доследований. Гэта и наш особный центр керования космичными аппаратами, ну и, конечно, наши спутники, а их уже аж но 4. Это беларуский космичный аппарат, Беландерсат-1 и 2 особных нано-спутника распрацаванных у Беларуским Державном Университете. Накольки я ведаю, ваша аддукация, она не связана ни с физикой, ни с астрономией, але усё ж таки вы вельми так паглыбленно выучаете тему космоса. Так, я настауник английской мовы, але, калі ты працуеш ў Тамашоўцы, на малой радіме першага нашага космонавта, ты не можеш не стать ближай да космосу. Ну и мне спадобилася адной чы пабываць нават ў Центрі Падыртовцы космонавту ў Москве, ў Звёздным городке. Канешня, мне хочаца запрасіць вас ўсіх да нас ў наш космос, які пачынаецца недалёк ў Тамашоўцы. І я спадзіюся, што нашым талек лідачам там таксама вельми спадобаецца. Памятайце, што сказаў першы космонавт Юрый Гагарин перад сваім першым палётам ў космос. Паехалі! Ну што ж, шановны сябры, вітаю вас ў нашым цудовным музея космонавтыки. Работа пастваўні ў нашага музея пачалася ў далёкім 1973 годзі, адразу пасля першыха палёта пётра ілечах Климука. Вучшні і настаўнікі нашай школы наведалі маці пешага космонавта, а потым паехалі ў Москву, дзе яны наведалі Центр Падыртовки космонавтов і Павильон Космос на ВДНХ. І адтульяны прывезлі перші экспонаты, які істалі асновы для нашага музея, які адкрылся ў 1978 годзі. На сёняшній дзень музей – гэта три вялікіх экспозиційных залы, ў яких знаходяцца амаль 1400 експонатов, з яких амаль шэсть сотян – гэта експонаты асновного фонду. На стінах размішаны партрэты гэрою Савецкага Саюза, а так сама мастацкія розписы ў вигляді сузор'яв. Ёсь тут і партрэты в учёных. Сябры, вы ведеці, хто такой цей алкоўскі? Так, ён зробіў адкрытці ў в обасі аэродынамікі, авіаціі і руху ракет. Яго галовная працца была ў галіне ракетно-касмічной технікі. Наступны – Юрэй Васілівіч Кондрацюк. Ён абаснаваў мэта згоднацць вертыкального узлёту землі, потым ён гэго праймянілі як саму просты способ на практицы. Ён сказаў, што касманаутам патрыбан скафандры і шлюза для выгаду ў адкрыты космас. Гэта перші чалавек, які палецеў ў космас 12-го красавіка 1961-го года. Перші палёт должіўся в 108 хвилин. Памець пра ёго застанецца назаўсёд. А вось і працяў нашай експозиціў. У нашым музеў можна падшудзі гук спадарожніка. Перад вами паўномасштабны перші спадарожнік землі, запушчаны ў СССР шосьвёртага кастрышніка 1957-го года. Головная задача гэтага спадарожніка была сбор інформація. Гэта мініатюра спадарожніка ресурс F1. Яны выкарістовываліся да 1993-го года. Дякуючы мінавіта гэтым спадарожнікам закрыліся белые плямы на глобусах землі. А гэта – центральны експонат нашага музея. Гэта – трёхступенштае ракета для запуску пилатіруемых караблёў. Глядзіце, гэта – чатыры паскаральнікі. Яны адзаляюцца пасля узлёту ракеты. Пасля гэтаўа ўключаюцца другая ступень – центральны блок. Які так сама адзаляюцца і згарае ў пластах атмосферны. Трэця ступень – выводзіць ракету на арбіту і пасля застаецца ў космасе. А мы перадаем слова зараз архіпу. Пётр Ілліч Клімук нарадзіцца 10-го липеня 1942-го года ў сялянськай сям'ї Іллі Фёдоровича і Марфы Павланы. Вось гэта макет Бацьковскаі хаты, дзе нарадзіцца двоячы герой Савецкага Саюза. Заразтам жеве ягож сяста – а о гэта парта, заяской вучыцца Пётр Ілліч Клімук. Добро вучы Explain! Да, вельми добро. Во 1959 ггодя законший школу. І калі Пётр Клімук ўсёж такі став космонавта? В 1965 году Петр Ильич Климук был залечен в отряд космонавтов. В космосе он летал три раза. Первый раз был 13-го снежня 1973 года на корабле «Союз-13». Вот, смотрите, это амортизационное кресло с правдой белорусского космонавта, и оно вылетело по форме его тела. А это гидрокостюм, который обрадует припасаться на воду. День надувается, как надувная лодка, и позволяет находиться космонавту на поверхности воды. Усяго в космосе Петр Ильич Климук провел 78 дней, 18 минуты, 42 секунды. Спасибо вам, Великий, за такую чудовую экскурсию. Шановные министры, генеровый гость, телеглядачи, зараз с вами мы будем передавать космическое послание, особистое. Я передаю приветствие Марине Василевской. Марина, мы вами гонорился. Жадаем вам поспехов у космосе и на Земле. Передаю приветствие Петру Ильичу Климуку. Я ведьми вами гонорился и рада, что учусь у школе, якая носит ваше имя. Я жадаю белорусским ученым поспехов у открытия космоса. Ну, а я хотел бы звернуться до нашатков, якие будут жить про 100 годов. Уваженные сябры, я упэлнены, что вы давно уже крошите по тропинкам тысяч новых планет. Али супынитесь и озернитеся, бо самое чудовное – наша Земля. Пережитие. А я упэлнена, что за всем худко будет развиваться космическая журналистика. Так что, дорогие коллеги-нашчатки, не забывайтеся про Министерство Дятинства. Министерство Дятинства «Глядзим у космосе!» Дякую вам, сябры, гоноровый гость за такую чудовную вандровку. Мы, саправды, побывали у космосе и навод записали космичное послание. Дякую вам, Вялеке. И я спадзяюся, что нашим телеглядачам таксама все спадабалася и запрашаю усих до нас в Музей космонавтики, каб на свои очи убачить уникальные экспонаты. Я спадзяюся, что для наших глядачов космос стал ясчэ ближай. И мне спадабалася. Хоть я вельми добра ведаю наш музей, але так цікаво, яку открывать для інших. И мы таксама доведалися много цікавого с программы. А вот зараз, сябры, мы гэта и проверим. Паважаные министры, шаноны, гоноровый гость, я вам пропаную такий невеличкий тест. Запрашаю дауделу наших телеглядачов, калі ласка да помогайте нам, без вас нам не справяться ніяк. Я буду зачыпать короткие сказы. Калі вы лічыця, что гэта навуковый факт, и так саправды было цей, спадзымаеце картку... Наука. Калі думаеце, что гэта ўсё выдумалі письменнікі, літораторы, тады падымаеце картку фантастыка. Так, навука ці фантастыка. Беларускі, космічны, будь цю важливы, турист, бадзиня, трапляе на космічны карабель. Дапамагая косманаутам, вяртаецца на землю і аго сустракаюць як героя. Навука ці фантастыка. Ну, большыня лічыць, что гэта фантастыка. Гэта мае сябры фантастыка. Калі вы не чыталі, абавязково прачытайці пра прыгоды Мураша Бадзіні, пра які написаў наш беларускі аутар Максим Танк. Больш падрабязны доведайціся, як гэта ў яго отрымалася. Так, далей, уявіці, абсерваторе. Вядэці, што тако абсерваторе? Што гэта тако, архід? Там, дзе надзіраюць зазорками, зазорками, так? Жанчы навучоны адкрываю новую планету. І дае гэта планеці назву Брэст. У гонорабаронцаў Брэсткай крэпасті. Навука гэта ці фантастыка. Пядзесят на пядзесят. Нехта лічыць, што гэта навука, а нехта лічыць, што гэта фантастыка. Я вам хачу сказаць, што гэта правдівы навуковы факт. Сапрауды, ў небе ёсць такая планета з называю Брэст. У Крымской абсерваторе жанчы навучоны ў 70-е гады минула гастагодзе, адкрыла новую планету і дала ёй назву Брэст. Так што ў космасі ёсць Брэст. Добра, трэці. Разумная жыцьо на іншых планетах ўсё ж таки існуе. Практычным шляхам гэта удалося даказаць гэрою, як імел контакт з жыхарамі цукерачны планеты. Навука ці фантастыка. Про цукерачную планету, як вы лічыцца? Фельмі хочаць. Сказаць, што гэта навука, але ж гэта такся брыд. Гэта фантастыка, ёсць такая сучасная казка. Алена Масла яе написала пра прыгоды гэроя, які трапів на цукерачныю планету. Абавязкова пачытайці. Дзяку вам, сябры. Я ўсё ж таки лічу, што вы вельмі добра справіліся з заданям. Сказано было? Было цікаво. Было цікаво. А зараз нам застаецца падвесці высновы нашага пасяджэня. Які вынікі зробі, міністры? Космос – гэта чаровная прастора, яку выучаюць і беларусы. Беларускі наслєдшікі і космонавты – годар країны. Вывучаць космос – значыць пашыраць свої виды прасу свєт і марець аптым, што можна стаць реальністю. Явген Анатолійович, калі ласка, знайомціся з выніками наших міністрів. Ну, конішні, згодны. Згодны. І п'ячатка на нашім космічнім рашэння. У нас усе срюйозно, міністры. Все. Я лечу, що ми з вами пронялись сьогодні вельми добре рашэння. Правда? Дякую вам великий. І вам так само дякую. Хотілося б і вас, і наших колеглядачоу повеншаваць з худким святом, міжнародним днём, космонавтыкі. І чекаєм вас до нас в гості. А мені застаецца толькі дадач, што напірадзі нас чакаяча танка. Будьте разам з нами, сябры. Маті Юрыя Гагарына бывала ў Мінску, ў століце нашай радзімы. І падялілася тым, што малінкі Юрай вельмі любіў верш. Янкі купалы, хлопчык і лётчык. Гэты верш натхняў ўжо і дарослага космонавта Юрыя Гагарына. Ну што, прачытаєм? Так, так. Хлопчык і лётчык. Мой мілый товарыш, мой лётчык, Вазніте сабою мене. Я ведай великий ўжо хлопчык, І ўмею ўжо лётаць ў сне. Мні мама сягодня казала, што стукнула мне ўжо сім год. Табі гэта може і мала, А мне лётець толькі ў палёт. Мня ўжо надакучыла дома, Діцячы хаді адносад, А так паглядеў бывя дома, На іншы парадык і лад. Вазніш мене, лётчик, Хачу я пабыць ў людях, Паглядець як месяц ў небе ночуя, Як букае ў лісі медзведь. Як светіцца ночка ў зоркі, А днём не відаць іх чаму, Як крешкі ў далёкі аморы, У лєтку плывуць і ў зіму. Вось гэта, ку добрым здароўе, Мы будзім лятець і лятець. Вазніш мене, лётчик, сабою, Не будзеш ты клопату медь. Вось такі цудовны верш. Я вам жыдаю, дарагія сябры, Каб ваші амары, Навад самыя космічна фантастычныя, За ўсё дызбываліся. На гэта мы з вами развітваімся І ўбачымся знов рона простыдзей. На таліканалі Беларусь 4 Брест У Міністерсі дзятінства. Дэ сустрэчы.